Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Как часто вы слышали или произносили сами такие слова, как «талантливый человек», «талантлив по всем»? Я думаю, что бесчисленное множество. Но давайте будем честными. Не всегда эти слова соответствуют действительности. Иногда они звучат как лесть, а иногда как не самый остроумный комплимент. Я и сама этим грешу. Но может быть в них есть своя правда? Талантливый человек талантлив во всем? Попытаемся разобраться сегодня в этом вопросе с нашей гостьей, хилиберчанкой Мариной Тимохиной. Здравствуйте, Марина Михайловна. Большое спасибо, что пришли сегодня к нам. Вы же победили в конкурсе «Люберецкая супербабушка» 2019 в номинации «Самая творческая». Действительно, талантов вам не занимать. Вы и фитнес-тренер. Вы поете, вы пишете стихи, хотя не называете себя поэтессой. Вы пишете музыку, работаете как педагог. Вы хороши в живописи и тоже этому обучаете. Вам часто приходилось слышать в свой адрес «Талантливый человек талантлив во всем». Ну да, наверное, это частая фраза, которую я слышу в свой адрес. И, наверное, воспринимаю так же, как может быть лезть, как может быть какие-то другие впечатления у меня об этой фразе, потому что она замыленная. Она замыленная, и вы в это не верите относительно себя. Но дело все в том, что талант – это не моя собственность. Дело все в том, что мне кажется, что почему-то люди бывают поцелованы, может быть, Богом, может быть, открывается судьба такая, что тебе открываются другие какие-то ощущения собственные, другие ощущения. Вот те же стихи, почему я говорю, что не я пишу стихи, а я называю себя стенографисткой. Да, вы не поэтесса, да, получается? Да, потому что когда… Вот стихи я пишу столько по времени, сколько вот пишет карандаш. Я пишу карандашом, не ручкой, а карандаш на бумаге. Вот именно столько времени надо, чтобы написать. Это не придумывается рифма. Причем даже иногда слова какие-то думают, почему это слово? Я им не пользуюсь, но я пишу его. Вы в любой момент можете вот так вот застыть, взять тот самый карандаш и начать писать? Если вот оно приходит, это надо сделать моментально, потому что оно не прощает, не вернется. Позже не вернется. Нет. И думаешь, да как я это? Я это запомню. Да это все правда, это все так четко, все… Не напишешь. Ну хорошо, вы за рулем едете. Ну как, вы останавливаетесь где-то? Вот если не остановлюсь, то я пропущу это. Все. Забыла. Часто останавливаетесь так на обочине? Нет, я начинаю учить наизусть. Тоже хорошее занятие. Я начинаю учить наизусть, и потом как-то у меня было такое, что музыка пришла, когда у меня не было ни гитары, ни инструментов, было это все в Швейцарии на горнолыжном курорте. И первым делом, когда я бросила лыжи вот так вот, я все села, и вот что воспроизвести? А получится ли правда, но у меня вот это все, потому что спелось это. Слушайте, это получается, ну, вот так вот посмотреть со стороны, как какая-то сумасшедшая женщина просто, да, которая бросает лыжи. То есть талантливый человек немножко сумасшедший, наверное. Да, наверное. Да? Можно с этим сравнить. А почему карандаш? Почему не ручка? Не пишется так? Он как-то… Во-первых, ручки, они коварные. Они могут не написать. Вот они могут кончиться. Да ладно. Они могут там что-то с ними произойти. А тебе надо здесь и сейчас. А карандаш, он надега. Он вот сразу… Взял и сломался. Вот надега. Нет. Ну и поточил его. Все равно что-то есть рядом. Нет, карандаш… Ну, мягче он как-то. В ощущениях. Да. Он в ощущениях мягче. Согласна. Он какой-то более такой… Хотя сегодня я писала ручкой. Да, тоже приходили какие-то строки. Я писала. Нет. У меня еще бывает такое, что я пишу на заказ. И вот заказная история, она немножечко другая. Но и тем не менее, все равно даже мне иногда воспитатели просят вот ткать не папы, там, подготовить. Вот про такого папа, про такого вот говорят тему. И они мне даже говорят, ты спроси там у своих, может быть, дадут пару строчек. Потому что я говорю, как… Я не могу сказать вам точно, что я вам сейчас вот принесу стихи. Но это будет через 15 минут. И что это были за строчки? Про пап? Ну, про пап. Ну, про пап. Я же не вспомню уже, конечно. Нет, сейчас все. Тем более ручкой писали. Да? Тогда и не помню. Так уже не вспомните. А вообще, Марина Михайловна, какой из первых талантов у вас проявился? Вот что это было? Ну, естественно, наверное, сейчас нам нужно уйти в детство. В детство, да. Тогда было у нас 4 программы по телевизору, наверное. Были черно-белые телевизоры. И когда я смотрела балет, наверное, больше всего меня это занимало. От движения, вот от музыки и движения я вздрагивала даже. Да, вы что? Да, я вот смотрела на это действие, и меня это увлекало безумно. Это в каком возрасте? Ну, может быть, это уже я в школе была, так, класс 3-4. В очень школе. Меня мама водила на балет, я смотрела очень хороший балерин. Причем я в большом сидела на четвертом ряду, и вот прям видела, как ножка у балерины дрожит. И вот это вот все. Я заходилась просто вот именно от, наверное, от того, как воспроизводится музыка. Ведь все стихи – это музыка. Аэробика – это музыка. Это вот тоже танец. То есть все идет от музыки. Не от стиха, а от ритма. Да, ритма действительно. И когда вот поэты, и особенно песенники поэты, к коим я себя причисляю, они, у них, конечно, все от стихотворения идет. Пришло стихо, вот мы его одели, и вот оно может быть таким, может таким, может мы его вальсовочком сделаем, может тар-тт, может быть. Но когда первая пришла музыка, у меня таких, наверное, две или три песни только, а их там, может быть, несколько десятков. Вот которые от музыки, это вот в Швейцарии она тоже была, от музыки, когда вот она зазвучала во мне, и уже потом пришли слова, обыгрывая эту музыку. Наверное, музыка, восприятие музыки. Восприятие музыки. Это восприятие музыки как-то повлияло на выбор вашей профессии? Вот скажите, какую профессию в итоге вы выбрали? С чем стали связывать свою жизнь? Ой, вообще с профессией, это вообще очень интересно в моей жизни. Потому что, как я все время люблю шутить, это не моя шутка. Образование у меня никакого, высшее техническое. Да вы что? Нет, после окончания института я еще поступила в дневную аспирантуру. Да вы что? А что за был? Это была химия цемента. Да ладно? Физхемия силиката. То есть вы такая вся музыкальная, воздушная. И карандашиком стихи передаете. И когда я пришла, вот даже вот диплом я получила, я маме сказала, тебе нужен был диплом, на тебе диплом. Папе, вот тебе значок, ты хотел, вот тебе значок. Я раздала всем дипломы и значки, сказала, мне оно неинтересно, мне это не нужно. И я, наверное, вот, у меня отец был тоже спортсменом, я достаточно спортивная. Я за школу там бегала, кросс, вот, когда мы на каких-то соревнованиях, ну, как-то вот это все в скользящику прошло, и никто ничего не заметил. Я понимала, что я не на своем месте. А зачем шли тогда, если понимали? Просто потому что уважить родителей в этом плане? Во-первых, все рядом с домом. Это был ухтомский вертолетный завод. Очень практично. Это был... Я, причем, из школы уже пришла оператором ИВМ, а не учеником, потому что у нас было производственное обучение. Уже у меня было так... И я на хорошем счету была. Там комитет комсомола, мне было интересно, потому что все вот это... Вот это мы... И там ставили всякие спектакли. Всякое... И вы там были номер один? Не скажу. Не скажу. Не скажу. Я тянулась за всеми, потому что вот эти наши комсомольцы, которые все строили, все делали это, они были уже такими именитыми. А я так на них смотрела, как на взрослых, но, наверное, не была пятым колесом в телеге, я так думаю, что тоже, но я за ними тянулась. Ну, хорошо. Вы закончили ВУЗ. Вы раздали свои дипломы и значки родителям. Да. Дальше-то как? Поиск себя как продолжался? Ну, у меня был единственный муж. Он сейчас ныне здравствует, но теперь он не мой муж. Они занимались музыкой. Они были музыкантами. Это был ансамбль. Это был ансамбль вокально-громыхальный, инструментальный. Вот. Они у нас в нашем Ухтомском вертолётном заводе, ДК, был он сейчас, но не существует, и вот они играли там. И мы там где-то на подпевках, где-то там что-то, и мы всегда около такие музыкальные были. И вот там вот как-то пели, как-то слушали. Ну, это было таким, можно сказать, вашим воздухом, да? Да, да. А вы, конечно же, там уже отрывались. Это была ваша прям история. Да, и они все талантливые были. И все писали песни, все писали музыку. И хотелось, конечно, я взяла гитару, потому что все были с гитарами. Я взяла гитару в руки, ну, это уже мне было там 25, наверное, лет. И вот её мучило, потом оказалось, что она просто никудышнее была гитара. Нельзя на такое учиться. И уже тоже на заводе у нас мальчик мне там подстроил её, подделал, всё там это. И я начала потихоньку учиться. И мне правда хотелось, что стихи-то были, а мне хотелось их как-то вот нарядить в какую-то одёжку, спеть. Я вот знала какие-то там три аккорда, и уже вот они легче запоминались. Но вы параллельно где-то ещё работали, получается? Я всегда работала вообще, от начала, вот всё время на Ухтонском вертолётном заводе. И кем вы работали? Оператором ЭВМ. Вы продолжали работать? Ага, всё понятно. Да, я продолжала работать всегда. Да, но музыка – это... Потом я работала в Дом управления педагогом-организатором. Опять, вот это тоже всё. Да, оно всё взаимосвязано. У меня были качалки люберецкие, тогда они гремели. И тоже из Комсомольской правды, где приезжал Шахиджанян, он приходил в наши качалки. Потому что там в Люберцах все эти любера, они дрались, как у вас там с этим делом обстоят. И мне так было интересно. Мы пришли, он интервью брать всё у них и записывал, как что. Мне было так неудобно, потому что я их привела в этот подвал, и ребята говорят, да если бы не Марина, у нас бы ничего не было. А это всё их. Я ничего, я просто их защищала от того, кто на них нападал. Я говорю, вы понимаете, у нас лучший подвал, и у нас там всегда чистота, у нас ни одна там труба не лопнет никогда. А как вы думаете сами, почему они так сказали, если бы не Марина? Ну, потому что я за них заступалась, наверное. Наверное. И я причём, я не просто так, я с их родителями задействовала, мы вместе. Потому что эти родители, они, может быть, имели какие-то денежки на тот момент, или возможности вот эти железки им вот эти покупать. Потому что мы-то им ничего не давали. Мы просто как бы следили за то, что там был порядок. Просто был, ну, вас к вам прислушивались. Я их легализовала. Вот чтобы их, вот не надо их трогать. Вот давайте мы лучше вот этим путём пойдём. Что мы вот строим плетень и через него ведём войну. Мирно-то как-то оно будет посправнее, то лучше получится. Хорошо, Марина Михайловна, мы сейчас пока прервёмся на небольшую паузу, а далее вернёмся в студию и продолжим открытый диалог. Оставайтесь с нами. Это программа «Открытый диалог». И сегодня у нас в гостях люберчанка Марина Тимохина. Марина Михайловна, вот вы же были участницей конкурса «Люберецкая супербабушка-2019». Вы взяли номинацию «Самая творческая». Что вам вот этот конкурс нового вообще, вот какую волну привнёс в вашу жизнь? Я хочу сказать, во-первых, как я пришла в этот конкурс. Ну, давайте расскажите. Потому что у меня есть великолепная дочь, которая в курсе всех дел в «Люберцах», и она на передовой, что называется. И она говорит, чтобы тебе не поучаствовать в конкурсе. Ну, я приняла это предложение. Одна из первых зарегистрировалась. Это потрясающее было лето. Причём работы никто не отмечает. Это было всё лето. Это было такое общение. Я сейчас общаюсь с некоторыми бабушками, ну, с некоторыми просто переписываемся, с некоторыми мы видимся. И творчески. Например, Ольга Паль, тоже одна из супер бабушек, написала песню про Томилина, стихи. Вот я положила на музыку, аранжировала, всё ей прислала. Она была в восторге, как это всё здорово. Вторая бабушка тоже, которая пишет стихи. Я говорю, давайте, я вам с аранжировками помогу. Ну, вы там к вам денежки платите. Я могу, как я могу, вдруг вам понравятся мои аранжировки. Давайте будем вот так вот. Единственное, что, конечно, очень у меня мало времени для того, чтобы вот этим всем заниматься. Хотелось бы больше и пообщаться с бабушками, и встречаться с ними. Ну, смотрите, конкурс остаётся конкурсом. Понятно, что у вас было там приятное такое общение. Это уже взрослые такие солидные женщины, у которых есть внуки, да, у которых конкуренция уже, ну, это поскольку-постольку. Но всё-таки конкурс от этого никуда не денешься. Да, соперничество, это дух соперничества. Тут уже не уйдёшь. Вот какая у вас всё-таки была реакция внутри, когда вы не услышали своего имени при объявлении победительницы? Вот первые какие-то эмоции. У меня эмоция была вот настолько... Я бы так же поступила. Вот на месте жюри – это знак равенства. Я такую же оценку поставила. Серьёзно? Да. Я поставила такую же оценку. Не было сожаления, не было «эх, не я». Вот этого ничего внутри. Я знала это откуда-то. Вот я бы... Серьёзно? Если бы было не так, я бы... Вот тогда было бы удивление. А вот это всё... И мы все это знали. Правда? Да. Мы все это знали. Потому что получилось так, что вот наша победительница, она... У неё вот этот театр-мод. Да-да-да-да. Театр-мод. Да, она действительно очень красиво. И это очень красиво, и это очень зрелищно. И это правда не переплюнуть. И мне очень хотелось быть самой творческой бабушкой. Вот это мне очень хотелось. А как вы думаете, вот вам всё-таки чего ещё не доставало до первого места? Понятно, что там свой театр, театр-мод, но всё-таки... Если бы на финале мы были бы на конкурсе по плаванию, я была бы на первом месте. Всё ясно. А как в плаванье-то вы пришли? Это тоже история. Это мы катались на горных лыжах. И... Горные лыжи сегодня часто звучат. Да-да-да. Ну, это моя жизнь. Катались в Подмосковье, а там у моего этого знакомого дочка инструктором работала. И вдруг её подружка, инструктор, подворачивает ногу и говорит, а может у нас Марина отвезти до метро? Или там куда хотите, туда отвезу. Девчонок собрала, и мы уезжаем с этого курорта, и они сидят и щебечут. Что она говорит, вот я там вытираем голову всё время там, и она говорит, иди учись вот на это. На инструктор по плаванию. Действительно. Вот. А у меня, когда я слышала вот этот инструктор по плаванию, Виктория Токарева читала, у неё рассказ такой, инструктор по плаванию. Ещё вот какой-то... И у меня дзынь-дзынь, звоночек такой звенит. И я говорю, ой, отдайте мне телефон этих курсов. Я не знала, зачем. Я просто понимала, что во мне это звучит вот это. И я взяла этот телефончик, пошла, отучилась. Я даже не знала, что у меня под окнами детский сад, в котором есть бассейн, и в котором нет инструктора. Я даже не знала. Это всё случайно, как, собственно, и планировалось. Как те самые стихи, которые вы стенографируете. Вот вы, рассказывая о конкурсе «Люберецкая супербабушка», достаточно экологично отреагировали на выигрыш другого человека, на свой невыигрыш. Это не проигрыш, невыигрыш, назовём его так. А вообще, ваша реакция по жизни на невыигрыш, а может быть и проигрыш, она как-то менялась у вас? Вообще, у меня, наверное, боязнь проигрыша. Я не ставлю себе высокие планки, чтобы перебираться, чтобы перепрыгнуть через неё. Вот, например, у нас Галя, наш театральный режиссёр, она задумывает, это будет за двумя зайцами, и это будет на вахтанговской сцене. Она должна крутиться, эта сцена, и мы возьмём эти костюмы, и у нас будут петлички, всё. А я исхожу из того, так, у меня есть костюм Деда Мороза, Зайца и Хатабыча. И я сейчас буду придумывать эту сказку, она будет красивой, в стихах, и я сделаю из этого. То есть вы ставите себе цели, исходя из тех ресурсов, которые есть на данный момент. А почему вы так боитесь проигрыша? Я свои силы рассчитываю, я точно так же вот и с деньгами никогда не знаю. Так, может, вы до конца не знаете о своих силах? Я, наверное, боюсь просить помощи. И у меня вот есть вот столько, и я вот это всё отдам, и всё сделаю из этого сама. Как сделаю, так и сделаю. А вы боитесь отказа, если будете просить помощи? Да нет. Что в этом такого страшного, если вы хотите создать какой-то проект? Наверное, отец тоже приучил. Когда мы приезжали на дачу и говорили, вот мы там будем баню топить, он говорит, только ко мне вообще не лезьте, а то начнём. Где топор, где дрова, где туда-сюда. А, серьёзно? Чтобы вот сама сделаешь – делай. Не сделаешь – не делай. Слушайте, ну странно, ведь вы же человек, который очень легко коммуницирует с другими людьми. Это правда. И я абсолютно одинаковая со всеми. И если человек может помочь, и к нему обратились, то он может помочь. Он поможет. Ну я не права, это я не права. Я, причём, уже какие-то себе медитации такие, что вот… Вы работаете над собой. Ставить цель, да. Ставить цель, уметь ставить цель. Уметь ставить цель, этому нужно… Да, это действительно навык. Этому нужно учиться. Да, да. Этому нужно учиться. Ну, наверное, если бы было мне плохо, наверное, я бы начала там шевелить плавниками, ножками, ручками. А у меня… Я счастливый человек. Вам хорошо. Мне очень хорошо. Я занимаюсь любимым делом. И если бы даже мне за это не платили деньги, я бы всё равно это делала. Всеми своими любимыми делами я занимаюсь. Марина Михайловна, ну только давайте вот тему денег. Ну, пожалуйста. Хорошо, не будем. Нет, нет, как раз-таки это интересно. Хорошо, не будем. Ну просто деньги, ну важно, когда платят деньги. И за любимое дело в том числе. Неужели это только… Нет, ну мне же… Только я не ставлю в план, чтобы мне бы вот заплатили бы деньги. Ну получать же от этого что-то хочется, когда вы что-то… Вы пишете картины, я так понимаю, да? Мы вот в сюжете о вас тоже могли это видеть. Ну хочется же какую-то обратную связь получать. И пусть она будет материальнее, почему нет? Ну, мне мама об этом говорит, всё время говорит, смотри, вот те, кто пишут песни, они очень богатые люди. Они зарабатывают этим, конечно. Причём я сегодня только узнала, что песню продали за 600 тысяч рублей. И это не самая большая сумма. Вот. А я на это маме говорю. А когда мне Бог давал это, он с меня денег не просил. Тем не менее, наверное, если бы я была бы бедна, и мне не хватало бы еды, и чего-нибудь, я бы всё время у кого-нибудь там просила, наверное, я бы просила бы деньги за то, что я… А давайте перечислим сейчас все те ваши любимые дела, которые есть сегодня в вашей жизни. Потому что их много. Да. Давайте. Я инструктор по плаванию. По плаванию. Так. Я инструктор по степоаэробике. Да. Я инструктор по йоге. Йога. Ну, и давайте будем говорить, что все групповые программы. Так. Наверное, так будет проще сказать. Потому что я училась йоге, и пилатесы в том числе, потому что это от йоги тоже недалеко. Так. Хотя я считаю, что всё от йоги идёт. Ну, действительно, на йоге много чего базируется. Всё это база, а потом всё. Вот я пишу стихи, песни. У нас театр детский. Да. Вы там в качестве кого? В качестве сценариста, в качестве хореографа, в качестве вот песен и записей. Пишите песни и музыки к этим спектаклям. Причём я-то за все персонажи ещё и спою это всё дело. Не сомневаюсь. Вот. А потом уже детки поют у нас эту всю музыку. Дальше. Ну, это вот мы... За что мы деньги платим? За что деньги получаете? Вот это, наверное. Так, хорошо. Но за то, что не получаете деньги? Есть же ещё какие-то любимые дела. Нет, это... Ну, это я считаю, что всё это отдых уже. Всё это уже отдых. И лыжи, и дайвинг, и лошади. А живопись? Живопись... Это была такая история. Я разбилась на машине, перевернулась на машине, и у меня была сломана рука. И я была очень-очень долго на больничном. А правая-то рука работает. И я вот стала... Да вы что? Да, я стала рисовать, потому что хотелось чем-то заниматься. Слушайте, а вы как часто в своей жизни начинали что-то новое? А я всегда начинаю что-то новое. Я всегда учусь. Я хочу провести мастер-класс, но мне его не дают провести. Мне надо пойти поучиться. И я с удовольствием. Вот чему... Вот сейчас скажите, пойди учись на диктора. И я пойду учиться на диктор с удовольствием. А что можно сказать человеку, которому ничего не интересно? Который не знает, чего он хочет от себя, от жизни? Что сказать таким людям? Таких людей, конечно, очень жалко. Вам с такими приходилось сталкиваться? Ну, наверное, редко. Потому что вокруг меня люди интересующиеся, зажигающиеся. А пускай приходят ко мне. Вот эти люди, пускай приходят все ко мне. Мой дом всегда открыт для всех. Пускай приходят ко мне. Какая вы замечательная. И они увидят все своими глазами. Попробуют все своими руками. И будут рады. Слушайте, отлично. Марина Михайловна, называется «Добро пожаловать» к Марине Тимохиной. Да? Да. Ну что ж, друзья, вот он рецепт. Спасибо вам большое за внимание. Это был открытый диалог. Всего доброго. Оставайтесь на ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова